Возможности использования телемедицины с максимальной пользой для жителей сельских поселений, проблемы во взаимоотношениях между оленеводами и СПК, обеспечение жителей региона качественной интернет-связи и телефонии. Эти вопросы обсуждались сегодня на оперативном совещании при главе региона. Подробности в материале выпуска. В регионе продолжается работа по улучшению качества интернет-связи и телефонии. Об этом на оперативном совещании при главе региона сообщил первый заместитель губернатора Ниницкого округа Юрий Мурадов. По его словам, в настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию наземного канала связи для поселка Харута. Работы планируют завершить во втором квартале текущего года. Запущены работы по монтажу матчей связи в ОМИ и, скорее всего, к маю заработается новое качество интернет-связи. И, пожалуй, главное еще, что сказать в этой сфере, о том, что МТС запустила работы по монтажу базовой станции сотовой связи на Льминосе. Мы давно ожидали в поселке. И планируется, что в конце февраля, в начале марта эта базовая станция будет запущена. Александр Цибульский отметил, что проблемы со связью возникают практически в каждом населенном пункте. Эту ситуацию он поручил своему заместителю взять под личный контроль. Заместитель губернатора Ольга Старости надоложила о состоянии дел в сфере оленеводства. По ее словам, сейчас на контроле находится вопрос по выплатам заработной платы оленеводам. Глава региона поручил детально разобраться в этой ситуации. У меня есть устойчивое ощущение, что у нас есть проблема зачастую в взаимоотношениях СПК с оленеводом. Тот уровень зарплат, который они обозначают, который им плачут в ФЛК, не выдерживает никакой критики. Я прошу вас вместе с коллегами, которые отвечают за заработную плату за сельское хозяйство, за оленеводство, вместе эту работу провести и посмотреть, что у нас происходит вообще у оленеводов и СПК как форма хозяйственного права. Мне кажется, там очень большие проблемы. Вопрос с лекарственным обеспечением жителей отдаленных поселений глава региона Александр Цибульский адресовал руководителю окружного профильного департамента. Вы были свидетели по итогам наших посещений, наших сел, везде встал вопрос по обеспечению лекарственного аппарата. В некоторых из них говорили, что лекарственные аппараты доблестно завозили перед нашим с вами туда приездом, а до этого с этим были серьезные проблемы. Мне кажется, эта система крайне неверна. Если для того, чтобы вся номенклатура лекарственных средств появилась в сельских обтенках, обязательно туда должен посетить губернатор или руководитель департамента, отвечающего за это. Поэтому важнее под личный контроль, чтобы у нас во всех населённых пунктах была ритмичная, своевременная доставка лекарственных средств. Александр Цибульский также отметил необходимость максимального использования телемедицины. Это касается выдачи направлений на лечение жителям отдалённых сёл. Также глава региона в очередной раз затронул вопрос с открытием ночной аптеки в окружной столице. Сергей Свиридов заверил, что в настоящее время режим работы аптеки продлили до 10 часов вечера. Все расчёты по затратам на круглосуточный аптечный киоск будут представлены позднее.